Иван Павлович Иван Павлов — первый русский нобелевский лауреат, создатель науки о высшей нервной деятельности и понятии условный рефлекс. Писатель и следователь Сергей Смирнов. Он рассказал миру о подвиге Брестской крепости. 26 сентября 1641 года произошло снятие турецкой осады с крепости Азов. Этим окончилось героическое Азовское сидение донских и запорожских казаков, многомесячная оборона от превосходящих османских сил. 26 сентября 1896 года было основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения. 26 сентября 1983 года советская система предупреждения о ракетном нападении дала сигнал об атаке со стороны США. Дежурный офицер Станислав Петров верно разобрался в ситуации и не стал поднимать тревоги. Станислав Петров – это имя почти неизвестно в России, почти неизвестно в странах Европы или Америки. А ведь это человек, который однажды предотвратил катастрофу планетарного масштаба. На принятие решения у него было примерно 15 минут, а от этого решения зависело, состоится ли Третья мировая война и обмен ядерными ударами между двумя сверхдержавами. 26 сентября 1983 года в 0 часов 15 минут в командном пункте Серпухов-15 раздался сигнал тревоги. В этом сверхсекретном месте под Москвой находился головной мозг системы раннего космического предупреждения ОКО. Здесь собиралась вся информация о запусках ракет с территории вероятного противника США. И вот сирена орет как оглашенная, сверху на стене горят большие красные буквы «Старт», значит ракета точно пошла. Я посмотрел вниз на свой боевой расчет. Кто-то даже вскочил со своих мест, на меня оборачивается. Повысил голос, приказал немедленно занять свои посты. Это воспоминания самого подполковника Петрова, от которого теперь зависело все. Система кричала о том, что на СССР с территории США несется ракета. Нужно было дальше передавать команду об ответном ударе уже в Москву, куда-то туда, где бежит еще один дежурный офицер с черным ядерным чемоданчиком. И опять слово подполковнику Петрову. Все данные с нашего компьютера дублируются вышестоящему начальству. Но там в удивлении, почему нет подтверждения от меня. Через пару минут звонок по правительственной связи. Поднимаю трубку и докладываю дежурному. Я выдаю вам ложную информацию. Почему Петров решил, что сигнал ложный? Ведь вскоре система доложила о еще нескольких пусках. Казалось бы, ну откуда сомнения в ошибке? Однако Петров напряженно обдумывал ситуацию. Не зря он был аналитиком, а не обычным дежурным офицером. Кстати, это почти чудо. Аналитики редко садились на место дежурного офицера. Система докладывала о пуске из одной точки, и Петров рассудил. Нападения во время войны не начинаются с одной единственной ракетной базы. Подполковник, вопреки всем инструкциям, решил ждать информации от визуальщиков, особого отдела, в котором следят за тепловым ракетным следом. Оттуда, спустя несколько томительных минут, доложили, что атаки не видят. Все эти события развивались в течение приблизительно 15-20 минут. Что пережил подполковник Петров, одному богу известно. Лишь получив подтверждение от других систем, что атаки не видно, он мог быть уверен, что не прозевал ядерную войну и не дал обмануть себя неведомо откуда взявшемуся ложному сигналу. Уже потом выяснилось, что облака запустили солнечные зайчики по военному советскому спутнику. Это-то и дало начало тревоги. Наградили ли Петрова, приставили к ордену? Нет. Высокое военное начальство, очевидно, опасаясь расследования сбоя, даже выдало ему выговор за то, что он плохо запротоколировал события этой ночи. Вскоре офицер вышел в отставку. Уже в 90-е годы в прессу просочилась информация об инциденте. И уже тогда на поступок Станислава Петрова посмотрели другими глазами. Ведь он отвел от мира угрозу, какую представить себе почти невозможно. А если бы на его месте был человек, привыкший слепо подчиняться инструкциям? Военный пенсионер Станислав Петров доживал свой век в Подмосковье. И уже в 21 веке его настигла запоздалая и весьма слабая слава. Ему вручили несколько международных премий. Человек, который предотвратил атомную войну, умер в 2017 году. Ему было 77 лет.